я приветствую всех любителей вкусно покушать сегодня мы с вами будем готовить фитнес сырники представляете фитнес сырники от жиробаза вот это вот такой контраст сегодня очень интересный ну ладно если серьезно то многие подписчики особенно там в инстаграме просят меня периодически показывать какие-то фитнес либо диетические рецепты ну вот я сегодня решил выдать ролик в котором будет 55 друзья рецептов сырников будет 5 разных фитнес вот такие вот нам сегодня понадобятся разносторонние и очень интересные ингредиенты количество по граммам в описании я сегодня буду использовать творог обезжиренный берем и протираем его через мелкое сито я протер творог сразу на все сырники и ну чтобы вам было интереснее смотреть говорю вам какие сырники мы сегодня готовим у нас значит будут сырники лимонные сырники овощные сырники с креветками сырники чернично-мятные и сырники шоколадные начнем сырников лимонных берем куриное яйцо нам потребуется только белок желток вот таким вот образом отделяем вот так вот при помощи венчика хорошо взбиваем наш белок взбитые его до такой вот пенки белки добавляем к нужному количеству творога ну и теперь вот так вот вилочкой все это дело соединяем единую консистенцию такой вот у нас очень мягкий и воздушный получается творог теперь мы берем рисовую муку и добавляем ее в наш замес вот так вот просыпаем ну и хорошо перемешиваем теперь мы берем маленькую терочку и вот таким вот образом натираем цедру лимона здесь регулируйте по своему вкусу кому как больше нравится чтобы был легкий привкус лимона либо более насыщенный вот так вот на свое усмотрение натирайте перевод прям чуть-чуть прям прям вот столик добавляем ванильного концентрата ну и теперь хорошо все финально перемешиваем после того как перемешали даем настояться примерно 10 минут нашему вот этому тесту которое у нас получилось для наших лимонных сырников теперь мы сделаем сырники шоколадные здесь смотрите какая ситуация в нашей деревне нету магазинов ближайшие округи крупных поэтому я не нашел кероп который нам понадобился бы сегодня это такой если по-простому говорить заменитель какао но его можно и по интернету заказать было но у меня уже все остальные ингредиенты горят поэтому я сделаю по простому по старинке буду использовать какао порошок но вы лучше используйте кероп тогда прям будут прям вот по фэншую прям сырники будут круче чем у меня сегодня но блин я делаю с какао как есть опять такая же процедура только уже одно яйцо добавляем к творогу через просеиватель добавим какао чтобы комочков не было а также я добавлю сахарозаменитель поскольку мы используем какао если вы будете использовать сыром то сахарозаменитель вам не нужен количество какао здесь соответственно может тоже по своему вкусу отрегулировать кто-то может побольше добавить кто-то поменьше ну и такая же ситуация скероп тесто шоколадных сырников также отставляем в сторону на 10 минут как собственно говоря и все последующие сырники тесто мы отставляем на 10 примерно минут а теперь мы сделаем мятно черничные сырники я беру чернику она у меня была замороженная и вот в данный момент она наполовину оттаяла отправляем ее в стакан для блендера добавляем сюда же листики свежей мяты а также добавляем сахарозаменитель теперь мы берем творог с яйцом уже я перемешал и добавляем вот этот вот получившийся соус но не весь вот этот оставшийся соус мы будем подавать к нашим чернично-мятным сырничком он очень вкусный кисленький ну и конечно же перемешиваем наш соус творогом друзья я так для вас старались что забыл шоколадные и в черничные сырники в тесто муку добавить рисую в общем вот исправляем ситуацию а то я прям вот стою и думать что-то не хватает а еще в черничные сырники нам добавить кукурузный крахмал ну а теперь мы сделаем сырники овощные нам потребуется вот такой вот пучок укропа брокколи морковка и сыр пармезан брокколи бывает разных цветов если вы возьмете там фиолетовую либо желтую это будет очень красиво и оригинально но можете взять зеленую если у вас как у меня других не продается брокколи кстати говоря у меня не мороженое свежая прям качан я купил и вот такие вот соцветия срезал морковку нам нужно нарезать на небольшой кубик прямо такие вот полосты сначала отрезаем не толстые теперь мы берем брокколи и на такие вот более маленькие кусочки нарезаем так вот укроп без стеблей нам нужно мелко нашинковать берем творог перемешанный с яичным белком добавляем рисовую муку после того как перемешали даем минут пять-семь хотя бы вот в таком вот виде нашему тесто настояться теперь добавляем небольшую щепотку соли натираем на мелкой терке сыр пармезан ну и теперь мы добавляем наши овощи морковку брокколи и укроп аккуратно прям аккуратно нам нужно все это дело перемешать ну и теперь мы приготовим сырники с креветкой для начала берем очищаем креветку удаляем с нее панцирь делаем надрез ну здесь вот креветочка чистая а вот здесь вот видите не чистая это кишка креветки и вот таким вот образом берем и удаляем ну и потом промываем под водой под водой я только что промыл вот такая вот у нас получается чистая креветка теперь берем и на такие вот небольшие кусочки ее нарезаем итак мы берем творог который уже перемешан с мукой и белком добавляем сюда креветки добавляем щепоточку соли немножко свежемолотого перчика консервированную кукурузу а также берем свежий тимьян и вот эти вот шишечки вот эти вот шишечки сюда отправляем ну и теперь так же все это дело хорошо перемешиваем кстати говоря вы можете сделать такие сырники не просто с креветкой а сделать к примеру их с морепродуктами добавить сюда любые другие морепродукты например кальмар мелко на кубики порежьте можно добавить мидию гребешок в общем все что вы захотите но вот такие вот у нас получились замесы для наших фитнес сырников дальше нам нужно наши сырники обжарить с двух сторон я буду использовать вот такое вот кольцо ну и собственно говоря сырники я заранее никак не формировал если у вас есть желание вы можете постоять по заморачиваться полепить красивую идеальную форму но я готовлю сырники домашние поэтому делаю по простому и скажем так по-быстрому ставим сковороду сухую разогреваться но не сильно вот таким вот образом кладем на сковороду кольцо дно у так вот внутри кольца присыпаем мукой рисовой теперь примерно одну столовую лодку тесто выкладываем и вот так вот ложечкой придаем форму снимаем вот так вот аккуратненько кольцо и делаем то же самое со следующим сырник получившиеся сырники вот так сверху тоже присыпаем с мукой потому что мы сейчас будем переворачивать на другую сторону сковородку сильно не разогревайте чтобы у вас ничего не сгорело вот так вот присыпали теперь аккуратненько вот так берем и переворачиваем когда со второй стороны мы поджарили сырнички перекладываем их на противень застеленный пергаментной бумагой вот так вот берем и перекладываем они уже ведь вот такие вот держат форму ну и дальше со всеми видами сырников делаем все то же самое нам нужно их обжарить с двух сторон до образования вот этой вот корочки и чтобы они у нас схватились вот такие вот у нас получаются овощные сырнички вот такие вот у нас получились после сковороды пять видов фитнес сырников теперь мы берем отправляем их в духовку духовка уже разогрета в ней 200 градусов примерно на 10-12 минут отправляем наши сырники но вот такие вот у нас получились сегодня разные сырнички давайте вот я прям с креветкой хочу попробовать очень даже интересно прям вот привкус сырничка дополняется кукурузкой и привет очень даже ничего несмотря на то что фитнес-продукт вот такой вот у нас сегодня получился рецепт не один а целых пять поэтому ставьте лайки и пишите комментарии если вдруг вам понравилось и напишите обязательно в комментариях какой вид сырников вам понравился больше всего а на сегодня я с вами прощаюсь до скорых вам встреч пока-пока